Продолжение следует... 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 Это довольно особенный механизм, и нам здесь важно, чтобы эти Китая были адаптированы. Очень большой блок вопросов у нас будет связан с нефинансовыми мерами поддержки. Некоторые из них, я буду сегодня подробнее обсудить. Из того, что точно назрело, это различные предложения по статусу управляющей компании, по возможному отделению или праву управляющей компании получать часть полномочий, даже, может быть, какие-то соединенных и соединенных полномочий, связанных с разрешительными документациями средств, с работой эксплуатации, отролитницы. Но эти предложения пока менее проработаны. Из того, что точно очень хорошо уже проработаны, готовы к тому, чтобы даже предлагаем качественные законодательные инициативы правительства реализовать это относительные изменения, чтобы управляющая компания в индустриальных парках могли и украшенном порядке статус в компании получать, в сетевую компанию. Это на самом деле вопрос, который крайне аккорен именно в индустриальных парках, практически в каждом, да, и Фидзабраундфилдерф, и Забирис, что электричество, это одна из ключевых услуг, это номер два услуга, после самой, самих усилий. Вот поэтому, конечно, надо обратить особое внимание. Есть набор предложений по земельному кодексу, например, до 5-ти фигур, предоставлению изменений, участвуют из торгов для управляющих компаний индустриальных парков. Ну и целый ряд исчет, поэтому такой отдельный блок, это не финансовые меропротежки, они не требуют дополнительных бюджетов, а зато в реальном бюджетах, но требуют изменить. И считаем, что вот сейчас как раз устраивает на время для того, чтобы эти изменения не цели. И, конечно, могу так сказать еще, что большинство тех, кто здесь присутствует, то, наверное, сейчас беспокоит статус индустриального парка и механизм определения этого статуса, это тоже запрос, какой-то рейд будет поднимать не один раз, как аккредитация будет происходить. Была очень хорошая идея о передаче механизма аккредитации субъеки федерации. Наверное, коллеги выскажутся многими поддерживать идею, но еще раз скажу, это самая сложная тема, потому что есть очень много мыслей о том, что нужна ли вообще в принципе система аккредитации как никакая. Есть, допустим, если есть субсидия, ну, тот государственной орган, который эту субсидию выдает, это может быть стили какая-то мера поддержки, это может быть и судей федерации, например. Он может специально для поддержки какого-то определенного вида индустриального парка установить специальные требования и на основании требования выдавать свою победу. Не обязательно для этого все индустриальные парки под одну к ребенку приводят. Но пока, я так понимаю, что у старших товарищей мнение другое, поэтому, наверное, такая аккредитация становится не таким универсальным механизмом. Вот, ну, если уж она что-то остается как универсальный механизм, то здесь тоже просьба еще раз посмотреть на требования, потому что они зачастую очень доски, либо они требуют и на какое-то релевантное для господдержки, но это не означает, что господдержка же на во времени, 2-3 года, там, мы какую-то программу реализуем, потом там другая программа возникает. А парки – это долгосрочная история, инфраструктура, рассчитанная на 30-40 лет и загоняйте сейчас под требования какой-то госпрограммы отдельной, допустим, ну, тоже не очень, допустим, мы хотим агро-голосооренную партию предплежать. Это не значит, что… и притом поддержать их, там, вести регионов, как раз, у нас есть стендарты или, там, требования к концу сооренному парку, он ввести какие-то кидрии по агро-отенке. То есть нет, мы можем отдельно сделать и искать всех, кто агро-партию, вот мы какие-то его не предъявляем, у вас может быть, там, о определенной особенности, там, по отработке и так далее, и вот мы уже в случае. Ну, еще раз, мы эту тему очень дискуссионной, просто хотел на этом застыть внимание, что коллег, кто-то из милиции, чтобы понимали, что очень разные взгляды, в принципе, на универсальную аккредитацию. На этом я такое специальное слово завершу, вот, ну, и переходим уже, собственно, к основному обсуждению, я, Наталья Павловна, передаю слово для самого выступления. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, уважаемый Денис Владимирович, Денис Владимирович, просто слышно меня? Нет. Не слышно? А так? Да. Больше? Приветствия не буду повторять, добрый день еще раз. Коллеги, просто вначале хотелось бы понять, у нас аудитория только представителей, руководителей управляющих компаний индустриальных парков и корпораций развития, или есть еще региональные органы власти, региональные министры. Нет, да? Индустриальные парки, в основном. Коллеги, на самом деле, необходимость этого разговора давно зажрела, и, Денис, благодарен тебе за то, что, значит, вот это коллективное мнение ты там транслируешь постоянно, даешь обратную связь. Еще работая в регионе, я 6 лет работал министром промышленности, энергетики и связи с Тавропольского края, участвовал в создании густаряных парков, технопарков, с паридом, на первом месте. Хорошее дело делали и продолжаем делать с учетом и мер поддержки Минпромторга, и МинЭКа. Это очень хороший пример, когда все это работает вместе. И Монокристалл, технопарк, иная инфраструктура, ну, вроде все получается. То есть, эти меры поддержки, которые есть у двух ведомств, и то, как создаются институты развития, значит, инфраструктура и промышленно, примерно понимаем. Что касается нашего сближения, мы это начали делать, вы видите уже, до поручения президента, причем фактически, отказавшись в одном здании, двумя министерствами, то есть, куда еще ближе. Дальше уже у нас появилось поручение президента. А можно спать? Следующее. А нет у кликера, чтобы самому представить. Давай сам. Немножко об истории. До поручения президента даем. Мы помним все, что исторически у нас Минеклер первый, наверное, абсолютно точно был первый, начал создавать промышленную инфраструктуру, индустриальные партии еще с 2007 года, в программе крестьянско-фермерческих хозяйств. Потом вы помните, что были АМСП, там деньги внутри зашиты госпрограммы, плюс вне лимитные средства. Потом подключился очень активно к этому процессу Минпроторг России, своими верами поддержки в части 11.19 через регионы субсидируя и через 931-е постановление, об этом я говорю, по возврату субсидирования процентной ставки на инвест-кредит. Соответственно, вышли требования уже все в полном объеме по всей инфраструктуре и по индустриальным паркам, это 734-е постановление. И по гластерам промышленных тоже затрону эту тему, 779-е постановление. И последний реестр, вот тот самый свежий, в конце прошлого года вышел по промышленным технопаркам. Таким образом, соответственно, вся промышленная инфраструктура замкнута и приведена в соответствие с Федеральным Законом промышленной политики 485. Вы его хорошо все знаете. и под каждую меру, под каждый реестр, соответственно, есть у нас универсальные меры поддержки. Что касается поручения президента. Действительно, оно абсолютно своевременно, потому что даже работая в регионе, мы с управляющими компаниями инфраструктурой задавались вопросами, а если мы идем в меры поддержки МинЭК или, допустим, фонд развития Моногородов, да, уже там в Ставрополье, был виноватый город Моногород, который, соответственно, по программе Фонда Моногородов сейчас пытается взять на себя деньги. А нужно ли соответствовать реестрам? А что скажет прокуратура, если ты получишь деньги, допустим, по линии МинЭК и Фонда Моногородов, но не войдешь в реестр Минпромторга, который соответствует Федеральному Законодательству, да, то есть это было не урегулировано, и опасения и у тех, кто деньги предоставляет, то есть, соответственно, у региональных органов власти, когда они эти средства выводят за периметр бюджета, вот федерального регионального, отдавая вам в руки, управляющему компанию, неважно в какой форме собственности, государственный, региональный, это риск, и он до сих пор есть у многих в головах. И, ну, второе, соответственно, для управляющих компаний, ну, то есть никто же не хочет никаких проблем иметь, и, обращаясь к Минпромторг, обращаясь МинЭК, вам конкретно, наверное, никто на эти вопросы ответы тоже не мог дать, да, то есть одни говорили, что надо, другие говорили, да, вышло поручение президента, ну, вы видите на слайде, соответственно, в счетной палате проверить на предмет эффективности, и сейчас я для чего их показываю, потому что вполне возможно, что сейчас контрольные учетные органы субъекта будут вас запрашивать какую-то информацию в рамках данного поручения для того, чтобы сделать свои выводы. Следующее, значит, что касается, ну, это был кнут, а здесь, мне кажется, уже больше приятно. Что касается поручения президента дальше, что всем федеральным органам власти, которые, как или иначе, связаны с мерами поддержки, поддержки Минпромторгу, МинЭКу, МинФИН, еще и ДИФАС добавили в это поручение, провести вот такую работу под пунктом 1, 2, 3, значит, по закреплению за ФАЁ, координации в целом по данной, по промышленной инфраструктуре, это предстоит принять это решение, соответственно, правительству, президенту. Следующая это разработка инструментария статучета, то есть, по сути, у МинЭКа своя статистика по поддержанным индустриальным партам и технопаркам, у нас своя статистика. Мы договорились с МинЭКом о том, что мы идем точно в одну ступу, это будет государственная информационная система индустриальных парков и технопарков, мы одновременно будем вместе администраторами этой системы, МинЭК, мы ему ключи даем, у нас будут ключи, и, соответственно, будем все субъекты призывать к тому, чтобы все включались в эту работу для того, чтобы понять, а сколько вообще в стране у нас индустриальных парков, технопарков, какие они, какие меры поддержки получают, ну, то есть, в целом, понять этот отрас. Хорошо, что у нас господин Журавский с праздника к нам периодически подкидывает эти сведения, но когда будет общедоступно, ты зашел в один клик, у тебя на карте вся инфраструктура, которая, неважно где получила поддержку, мне кажется, это будет благо для всей страны. То есть, единый стат учет и, соответственно, регламентирование законодательства для того, чтобы не было разночтений, не было вопросов, а нужно в реестр, не нужно при получении той или иной меры поддержки или куда идти, куда и не идти, какая мера поддержки сложная, какая легче, значит, Минпром, Минэк, там, фонд Монокородов или еще кто-то, соответственно, третье поручение по унификации терминологий и требований к промышленной инфраструктуре. Что касается нашей работы, мы понимаем, что в этой работе основные министерства экономики Российской Федерации и Минпромторг, значит, сразу сделали на сегодняшний день, скажем, проект дорожной карты, мы в ближайшее время утвердим, доложим нашим министрам, соответственно, и план